Музыка души в исполнении молодых органистов. Фестиваль Соли Бео Глория открылся в старинном московском постеле. Соли Бео Глория, единому богу славы, надпись на одном из крупнейших органов России, дала название первому Всероссийскому фестивалю молодых органистов. Форум открылся сегодня в действующем храме в московском римско-католическом кафедральном соборе, где и находится этот знаменитый орган. Играть на таком инструменте уже можно считать победой, уверены конкурсанты. Репортаж Снежана Артамоновой. Без отрыва от подготовки сок в номер, где живут иногородние конкурсанты, приносит лично исполнительный продюсер фестиваля. Шутят, что здесь выполнят любой каприз для лучшего выступления и уже совершенно серьезно просят не беспокоить студентку Нижегородской консерватории Кристину Ратаеву. Ей скоро выступать. Говорят, что здесь нет конкуренции. Может, это атмосфера храма. А возможно, дело и в том, что здесь не будет победителей. Нашими партнерами являются представители пяти филоменов России. И главными призами для победителей будут сольные концерты. Пока в храм не идет месса, организаторы проводят пресс-конференцию. Председатель жюри, органист Коэнского собора Винфред Беннинг – один из немногих, кто знает все достоинства этого органа. Один из самых больших в России, универсальный. С одинаковым успехом на нем можно исполнять различную музыку. И только чтобы понять это, у конкурсантов было всего два часа. Мне нравится сам по себе этот инструмент, его могущество, его мощь. Мне нравится, что он бывает столь разнообразным. С немецкой пунктуальностью за швейцарский орган первым садится Андреас Йост, главный органист Тюрихского собора Грюсминстер. Ему не нужна подготовка. Кажется, что он вообще может играть с закрытыми глазами. Андреас Йост на фестивале представляет знаменитую фирму-изготовитель органа. Аспирантка Московской консерватории Мария Моисеева перед выходом бросает взгляд в зеркало. Хотя органиста и не видно, он все равно должен быть в безупречном концертном костюме. Говорят, это вселяет уверенность. И тогда ей, невидимой, уже можно покорять огромный зал. Если человек послушал орган и попал уже в влияние в магии этого инструмента, то это у себя. Шегевры органной музыки в Римско-католическом храме Москвы будут звучать с три дня и говорят даже ночью. Для репетиции конкурсанты будут использовать любое свободное время. Сержант Артамонова, Владимир Полунин, служба информации, телеканала «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова